Меня зовут Ирина Астахова, я поэт и артист. Женская сила для меня это умение самостоятельно достигать каких-то высот, но при этом сохранять в себе легкость, женственность. Я очень четко понимала, что у меня всего одна жизнь, и я очень четко с детства понимала, что я хочу заниматься поэзией, потому что для меня процесс написания стихотворений это единственный доступный способ, наверное, максимально выразить свой внутренний мир. Все мои переживания, чувства, эмоции, все, что я вижу извне, все, что я принимаю к сердцу, я выражаю через стихи. Точно также, спасибо большое родителям, они очень много дали творческого образования. У меня всегда была сцена, музыкальная школа, какие-то театральные кружки, и я понимала, что я хочу быть на сцене. Конечно, я и мечтать не могла, что я смогу совместить поэзию и сцену, но я сделала этот шаг навстречу к своей мечте, и вот тогда было тяжело. Я ушла из офиса, родители, так как они классическая советская семья, конечно, для них это был шок. Грубо говоря, я ушла из теплого места, из стабильного оклада практически в никуда. Я два года жила на сбережения, причем, конечно, это были смешные деньги. Грубо говоря, я жила на пять тысяч рублей в месяц в Москве, будучи молодой девчонкой, но я знала, что делай то, что ты любишь, и не думай, принесет тебе это деньги или нет. Женщина в поэзии, да, скажем, воспринимается не очень и критиками, и мужчинами поэтами, но мне кажется, даже если говорить о других ситуациях в семье, сложностях, очень важно в момент пожалеть себя, закрыть глаза, выдохнуть и начать делать хотя бы какие-то маленькие шаги. Дай мне сложную задачу, я ее решу. Простота меня пугает, стало быть, и я свой покой в душе нередко рушу и крушу, лишь бы не познать на деле легкость бытия. Кто-то любит по течению быстрых горных рек плыть, куда вода захочет, резво, с ветерком. Мне же нравится сквозь стужу, засуху и снег подниматься в эти горы день и ночь пешком. Мне по нраву через силу взгляда не сводить с тех, кто в чем-то больше, лучше и сильнее меня. Я люблю, когда не видно у людей границ, и когда пылает сердце веселей огня, когда ночь невыносимо давит на виски тишиной пространством мысли о финале дней. Я-то знаю все, что режет душу на куски, если сразу не прибило, сделает сильней. Потому не бойся, друг мой, если нам с тобой нелегко даются встречи, взгляды и слова. Если надо, я осилю самый страшный бой. Если я борюсь за счастье, значит я жива.